А простые люди опасаются, что без российского кредита они останутся без пенсий и зарплат. И призывают оппозицию отложить в сторону политические игры и вместе с правительством помочь стране преодолеть этот кризис. Без кредита, возможно, мы останемся без пенсии, а со временем отдадим это не такие уж большие деньги. Это вообще страшно, особенно инвалидам, пенсионерам, конечно, это нехорошо. В конституционный суд поступил неправильно, неправомерно, неправильно, и я очень отрицательно к этому отношусь. А почему это привезет? Ну, я не знаю, я так думаю, что денежат нам все-таки где-то придется искать, и за счет чего это будет найдено, я не знаю. Люди знают, что российский заим должен был покрыть большую часть дефицита бюджета, чтобы удержать многие отрасли экономики на плаву. Царь, а ведь не войдет баня кредита, ведь, да, что мы, ну, про чем тут бояковина была в момент, где Астанск, а ведь ситуация экономики на плаву, ситуация, ну, что эти кондиции, что мы страшны, которые, когда мы с вами фирмили, все, что все имплементезы баня инфраструктуры. Одни силы говорят, что деньги есть, не знаю, на что они опираются. Конечно, я отношусь отрицательно к такому решению. Те силы, которые были у власти, когда был у нас незабвенный олигарх Пролхотнюк, все кредиты брались, и никто не вспоминал о том, что наша бедная страна должна как-то за это расплачиваться. Некоторые прохожие обрушились с критикой на авторов запроса в Конституционный суд. Кто-то преследует какие-то свои цели, но просто, как говорится, все мы ходим под Богом. Они просто не думают, наверное, что они тоже будут пожилыми, и никто не знает какой власть будет при их старости. Вообще плохо, что делается в стране. Опозиция в одну сторону, как бы, должны в это тяжелое время сесть всем за стол переговоров. Они по принципу, чем хуже, тем лучше. Последние опросы показывают, что каждый второй житель страны хотел бы, чтобы кредит Российской Федерации пополнил бюджет Молдовы. Также около 70% граждан заявили, что после того, как соглашение было заблокировано, больше всего пострадают пенсионеры и врачи.